дорогие друзья всем привет вы на канале директор адлера я приехал снова на курорт роза хутор и в этом выпуске хочу вам показать что-то новенькое то есть что именно я вам покажу мы зайдем вот за эти дома которые вы сейчас видите обычно мы идем всегда вот по этой аллее славы вот по этой центральной аллее но сегодня вам хочу показать что за этими аллеями находится также хочу зайти вот в роза хутор где находятся кассы оборудование где подъемники вот эти все моменты в общем по заходить какие-то тонкости нюансы вам по показывать также можно пройти по малому кольцу по тропе здоровья в общем желаю всем прекрасного настроения приятного просмотра поддержите меня поставьте лайк напишите комментарии или отправьте донат я буду вам благодарен только что я скинул историю в свой телеграм-канал у меня там информация в режиме реального времени подписывайтесь обязательно будет интересно также у меня там рубрика купания каждый день сегодня окупался на границе россии абхазия и скинул по свой телеграм-канал также сегодня я уже скинул пост с города отеля бархатные сезоны сегодня там снимали обзор и так вот начинаем друзья так хорошие виды открываются вот с кафе черноморской кухни чо харчо вот с этого балкона так ну давайте сейчас быстренько вот тут посмотрим атмосферу так тут инфо-центр так идем вот я хочу подняться наверх показать вам какие виды оттуда открываются но сегодня гор не видно я как-то был в этом заведении у меня даже есть на канале обзор на него смотрите какая здесь архитектура точнее не архитектура как все за сервировано и вот такие виды тут открываются я сделаю кадры для своего телеграм-канала посмотрите как красиво можно вот сюда еще зайти так спускаемся вниз пойдемте посмотрим цены на скипасы так вот тут давайте посмотрим меню чай краснополянский 110 рублей хот-дог куриный 390 шаурма с курицей 350 но по моему это недорого практически такие же цены как в адлере в адлере по 300 тоже так давайте сейчас тут разведочку устроим так у нас вот тут потеплело погода налаживается вы напишите друзья как у вас там погода как дела как настроение откуда меня смотрите когда приедете и знакомы ли вам эти места напишите будет интересно почитать так тут прокат банкоматы стоят так скипас один день 4000 офигеть для взрослых полдня продажи и подъем 12 4000 у них так людей нет с такими ценами мне кажется вообще никого не будет так где просто подъем а сколько просто подняться стоит на пик а скипас 5 до 4 500 хорошо спасибо очень дорого я считаю так сейчас мы будем выходить к самим подъемником так вот это я уже как-то показывал место тут раздевалки локеры туалет и сейчас будем выходить к подъемникам в общем полазим тут по курорту так давайте вот тут подъемники посмотрим на лыжников так тут выход вот они лыжники тут вот чтобы очереди не собирались вот такой заборчик поставили так и тут покупки скипасов люди отправляются наверх так вот вход никого нет все сезон заканчивается так сейчас вот так выйдем и сделаем малое кольцо по тропе здоровья и пойдем потом во дворы тут прогуливаться мне нужно сейчас время до 5 до 6 часов как-то тут занять я вот буду ходить час гулять снимать ролики возможно запущу стрим а вечером пойду в галактику вот такой у меня план барбароса там едут на пихтовый приют подъемники это канатная дорога газпром у меня еще до пяти пару часов поэтому идем гулять гулять довольно много людей сегодня выходной день суббота наверное поэтому ну и целом хорошая погода так тут конечно автобусов там роза холл мы идем по мосту барсов у нас прекрасный вид открывается но не видно видите за облаками возможно сейчас они рассосутся так сказать пока мы будем гулять так осушили тут озеро роза пляж здесь я в нем купался тут была купель прорубь вот я тут купался что-то там ругаются я не пойму это охрана у нас так там смотрите по тропе здоровья гуляют люди а он к ним подходил знаете по какому поводу по поводу того что они скорее всего тут машину свою поставили так вот осушили этот пруд а там кто-то плавает смотрите какие-то лягушки там смотрите они спят зимой они уже проснулись что ли короче тут этот лягушек много довольно на суете какой-то типа где вода лягушки суетятся видите так сейчас доходим до конца и на тропу здоровья вон там гуляют люди летом тут хорошо там тенечек сейчас видите деревья еще лысые опачки видели как я умею туда идут люди видите флаги флаги висят красные они сообщают что там в конце есть музей который называется моя россия я в нем не был ни разу что там не как-то сказали что там не очень и у меня особо нет желания там туда идти смотрите тут уже начали функционировать большое среднее кольцо девушка гуляет ну тут большое кольцо оно довольно интересно но и большое там можно на час на полтора уйти по нему гулять так вот такие тут искусственные прудики сымитированы и сейчас мы будем заходить на тропу здоровья тут вон лягушки смотрите что они делают смотрите толпа лягушек вон лягушек фотографировал не знаю зачем может быть скину свой телеграм-канал так тут в конце искусственный фонтан река взыбка ой что-то спать охота и вот турники самые мои любимые заходим на малое кольцо на тропу здоровья и выйдем к роднику я наберу водички купель 15 минут тут есть купель офигеть если честно я удивлен что тут есть купель но я сегодня купался я сегодня холодный душ принял дома потом я купался в море а вечером я сегодня буду купаться в бассейне в галактике возможно ставлю здесь ставку как я буду купаться сегодня я в галактике окажусь вечером когда уже стемнеет поэтому так они говорили купель где-то купель наверное вот в ту сторону тропа временно закрыта на реконструкции но можно пойти если вы возьмете ответственность вот на большое среднее кольцо ну мы пойдем по малому потому что я хочу вам еще там кое-что интересное показать я почувствовал себя фотографом смотрите какие тут древние скалы вообще как-то тут все древние такое кажется довольно много людей сегодня на этой тропе какие-то гении тут творчески придумали и попасть так идем гуляем но мало кольцо его можно пройти тут за десять минут это странный чувак прошел почему-то он справа хочет происходить ножи в общем на бороться боится упасть наверное представьте каким надо быть зашуганным чтобы идти вот тут краю боятся туда упасть ну как можно туда упасть я не понимаю если тут какой-то будет оползень то ты упадешь хоть ты там будешь украить и хоть нет так идем гуляем значит так вот тут стекает тоже родник мы сейчас дойдем до настоящего родника где там все сделано как полагается и там наберем водички туристы тоже ходят по малому кольцу вот видите толпа тропа сделано перила есть они очень медленно идут но вы же знаете какой я быстрый так я извиняюсь хочу вас на обгон взять спасибо вот тут лавочка можно отдохнуть так все сделали обгон выполнили так опережение и выходим сейчас к роднику и спьем святой воды посмотрите где родник и пойдем прогуляемся по курорту так смотрите это все так и 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 так смотрите тут какие деревья их тут спиливают и вывозить и хотят тут их и оставляют но с другой стороны что делать они тут будут превращаться в берегной добавляют такой аутентичности этому месту посмотрите мы спускаемся к роднику смотрите какой тут скворечник будет красиво когда тут все зарастет этот скворечник будет в зелени тут стоять так вот моя бутылочка с водой из под крана мы же сейчас наберем святой воды и давайте почитаем давайте почитаем как появляется родник родник или источник естественный выход подземных вод на земную поверхность сейчас сфотографирую до подписчиков и мы с вами сейчас еще отдельно прочитаем так и набираю водичку так глоточек сделаю ммм какие бывают родники напорные или без напорные сезоны или постоянно действующие холодные теплые горячие кипящие внимание употребление сырой воды из открытого природного источника особенно в даре дома может привести к нежелательным подсвердствием способными сильно уморачить ваше настроение помните вы ответственны за свое здоровье и за безопасность детей не рискуйте без необходимости используйте допить для питья подготовленную воду вообще непонятно уважаемые туристы посетители родника забирайте с собой весь мусор принесенный вами так по способу выхода вод на поверхность родники делятся на риокрены лимон лимнокрены и гелокрены риокрен образует узкий и быстрый ручей лимокрен образует небольшой проточный водоем гелокрен образует множественные небольшие выходы химический газовый микробиологический состав воды родников очень неоднороден индивидуальные характеристики воды каждого родника определяются гидро геологическими условиями района погодными условиями характеристиками почвы и особенностями ближайшего животного растительного миров так а это какой родник это риокрен получается образует узкий быстрый ручей который течет по склону в общем непонятно они в общем не советуют пить эту воду получается так тут тоже можно зайти на тропу здоровья тут таблички с указателем так пойдете погуляем по дороге вот сюда это улица каменка дом 3 мы тут вообще редко бываем и я сейчас хочу здесь разных кадров поделать так вот интересные кадры у меня тут получается необычная пойдемте погуляем по этой интересной архитектуре посмотрите что тут за этими домами тут вход в отеле redison я тут был наверху отдыхал у них там бассейн спа вот отель redison можно зайти допустим посмотреть как у них там на рецепции дела давайте попробуем зайти посмотрим что там вообще как обстановка так заходим на рецепшен в отеле redison тут все так дорого богато так там ресторан тут приглашают на мастер-класс по живописи так там бар гриль это получается типа комнаты отдыха так там уборные но я думаю можно идти в принципе дальше все нормально детям без возражения родителей запрещено пользоваться вращающей дверью так что детишки сидите дома так смотрите здесь есть вот такие очки смотрите чтобы мусорку если убрали вот эту которую я спрятал так идем вот по этой улочке интересной слева тут у нас ратуша центр а мы пойдем тут погуляем смотрите какой-то скворечник интересные кстати одностороннее движение вон тут полный скворечник еды у них тут интересно что в этой ратуши находится наверное администрация курорта роза хутор заседает так вот тут разные прокаты давайте посмотрим почему прокат инвентаря комплект 2 200 взрослый сноуборд лыжи 1400 ботинки 500 палки 200 в общем комплект 2 200 тут у нас смотрите стрела поднимается одна из канатных дорог курорта роза хутор тут разные заведения есть серф-кафе так тут отели вот трехзвездочные спрятаны семейная винодельня тут гранат смотрите магазинчики разные спрятаны и кстати ветер я удивлен обычно в поляне ветра нет это ущелье все горами защищено так ну смотрите вот тут кант магазин довольно много таких известных магазинов вот волксет апартаменты азимут четыре звезды так вот мы дошли до серф кофе серф кафе так вот тут кругосветка детский клуб так отель тулы пин три звезды я думал тут нет трехзвездочных я думал тут только пятизвездочные почему-то так тут пахнет пасхой почему-то в воскресенье получается завтра пасха вот смотрите щербаков будет в этом роза холл выступать который мы проходили баста тут тоже будет выступать но он в рэд арене это которая возле казино так двигаемся вот это парковка подходим к мосту пешков пешков как правильно просто мост пешков но вы хотя бы там инициалы видите чтобы понимали что за пешков кто-то вообще горит шуток максим горького был пешков кто-то такой писал но я сомневаюсь зачем так бы написали мост горького тогда было бы более понятно может там кто-то просто шутит так надо мной так ну что мы почти практически дошли до конца курорта роза хутор вот он там уже кончается где вот эти подъемники сейчас мы вернемся к ратуши вот только по этой стороне по левой тут справа каток базарчик есть вот такие карты тут есть и мы сейчас на высоте 560 метров находимся так и мы уже идем по улице набережная лаванда 3 и смотрите сезон продолжается несмотря на то что уже конец марта будет продолжаться пока снег не растает думаю в начале апреля уже закончится сезон и начнется лето вообще прекрасное время будем тут шортах футболочках снимать ролики подписывайтесь если вам это интересно буду показывать рассказывать про сочи вон там люди в отеле отдыхают катались и пришли домой так а меня еще ждет сегодня галактика пойдем попаримся там немножко хамами смотрите какая красота вот эти горы мне нравятся видите посередине сказочная красота тут у нас на курорте ты ты чё Смотрите, там у нас парашютисты. Это кадр тоже интересный. Сосисоны с собой. Сосисоны я не одобряю. Лучше уж с мясом что-то взять, бургеры. Так, есть тут магазины одежды, боска. Боска вообще кто-нибудь одевается, среди ни одного человека. Я не понимаю, как они там выживают. Так, я продолжаю делать кадры и прямо сейчас сделаю пост в свой телеграм-канал о том, что я тут на курорте и какая здесь атмосфера. Так, мы пришли обратно на ратушу. Тут такая интересная атмосфера. Так, я думаю заканчивать этот выпуск. Начну, наверное, стрим. Вы, друзья, подписывайтесь, поддержите меня, поставьте лайк, напишите комментарий, отправьте донат. Давайте. Я буду вам благодарен. Давайте в гонг напоследок. Вибрации гонга надолго наполняют пространство после удара, снимая напряжение, даруя спокойствие и чувство целостности с окружающим миром. Сочетание гор и звучание гонга создают сильное энергетическое поле для желаний. Мы уже загадали солнечную, снежную зиму. Что загадаете вы? Давайте, три раза. Все загадали, кто не успел, тут опоздал. Кстати, убрали табличку Роза Хутор тут стояла, наверное, ее обновляют. Тут какая-то группа с фотографом подъехала, даже два фотографа. Так, ну все, друзья, прощаюсь, всем удачи, успехов. Подписывайтесь на все мои ресурсы. Поддержите меня. Пусть у вас все получается. Удачи, счастливо, друзья.